В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Рязани разработают новейшую систему оплаты проезда в транспорте. Лыбецкий бульвар. Обретет ли визитная карточка города достойный вид? И небесная загадка или как работает главный помощник метеорологов? Лыбецкий бульвар, над которым гордо возвышается здание цирка, знакомое всем жителям и гостям города вид. Визитная карточка Рязани. Вот уже год прошел с тех пор, как здание цирка закрыто на ремонт, а сам бульвар вовсе не радует глаз. О том, когда одна из центральных улиц города снова станет привлекательной для туристов и пригодной для прогулок горожан в нашем следующем материале. Рязанский цирк – одна из достопримечательностей нашего города. Он рассчитан на 1700 зрителей. В разные годы здесь выступали знаменитый Карандаш, Юрий Никулин, Юрий Куклачев, братья Запашные. За год сюда приходили десятки тысяч зрителей. Вот уже год, как Рязанский цирк не работает. Его аварийное состояние давно было видно невооруженным глазом. Рязанский цирк – архитектурный проект 1971 года. За более чем 40 лет существования здание ни разу капитально не ремонтировалось. На необходимость реконструкции указывал протекающий купол из оплатки на креслах. С тех пор, как здание закрыто, территория возле него, красивый бульвар, по которому обычно прогуливались родители с детьми, сегодня превратился в хаотичную парковку. Портят вид и металлические заграждения вокруг здания. И, конечно, много вопросов вызывает неработающий фонтан. Между тем, планов относительно этой территории много. Администрация города Рязани планирует подготовиться к открытию цирка и, в первую очередь, подготовить прилегающую территорию. Это Лыбецкий бульвар. У нас достаточно большой перечень мероприятий по комплексному благоустройству Лыбецкого бульвара. И начинается он с таких мероприятий, как приведение в должное состояние, декоративное состояние всей растительности, которая у нас сейчас есть на Лыбецком бульваре. Уже цветники оформлены розами буквально вчера. Кроме того, планируются такие работы, как реконструкция освещения. На Лыбецком бульваре будут установлены освещения фонарного типа, ремонт лестниц. А лестниц насчитывается порядка пяти на этом участке Лыбецкого бульвара. Ну и, наверное, самое главное мероприятие – это мощение плиточное непосредственно площадки у цирка, а также восстановление фонтана у цирка. На Лыбецком бульваре на этом участке есть два фонтана. Один фонтан претерпит только лишь текущие работы, а самый большой фонтан города Рязани, площадь фонтана у цирка порядка 500 квадратных метров, он будет восстановлен. Поэтому вот такие мероприятия планирует администрация. Все эти работы будут проводиться за счет муниципального бюджета, программы благоустройства города Рязани. И по части работ уже определены подрядные организации и в ближайшее время уже приступают к этим работам. Из косметических мероприятий мы также планируем ремонт малых архитектурных форм. Это скамеек, подпорных стенок. Ну, такие, в общем, работы мелкие по благоустройству, но которые в общей сложности должны придать достаточно красивый вид Лыбецкому бульвару. Освещение, фонтаны, реконструкция лестниц и дорожек, легкое обновление моста, расширение цветников – проекты готовы и ждут своей реализации. И как только руководство цирка будет готово, все мероприятия по благоустройству бульвара сойдут с бумаги и начнут воплощаться в жизнь. А пока в самом центре города вместо достопримечательности можно наблюдать легкий хаос. Остается надеяться, что ремонт не затянется на долгие годы. В рязанских автобусах и троллейбусах появится новая система проезда. Пассажиры смогут оплачивать билеты с помощью электронных проездных или банковских карт. Победителем конкурса стала фирма, с которой администрация города заключит контракт. Предприятие закупит и установит новое оборудование для платежей в транспорте. Также инвестор-оператор системы должен будет установить на это оборудование программное обеспечение и следить за его исправной работой. Отмечается, что электронными билетами смогут обзавестить все рязанцы. В том числе, не входящие в льготные группы или категории соцподдержки. Каждый день мы интересуемся прогнозом погоды. От нее зависит, что мы наденем или куда поедем на выходные. Профессия метеоролога не самая популярная и высокооплачиваемая, но значение ее сложно переоценить. Наблюдение за погодой синоптики не прекращают ни на минуту. На территории Рязанской области расположено 33 поста. И в век высоких технологий без участия человека прогноз погоды точно не будет. Сотрудники Рязанской аэрологической станции одновременно со своими коллегами в сотнях странах мира ежедневно запускают под облака белые шары. Высокочувствительные приборы фиксируют температуру и уровень влажности и передают на Землю данные, которые затем используются при составлении прогноза погоды. Метеорология – это до высоты двух метров. А вот то, что выше, вот то, что выше – это уже аэрология. Аэрология занимается наблюдением состояния атмосферы от поверхности Земли до высот, в нашем случае, это порядка 30-35 километров. Это вот у нас максимальной высоты. Владимир Васильевич работает на станции уже более 30 лет. С легкой руки его коллег радиозонд отправляется каждый день бороздить просторы Вселенной. Сейчас к запуску радиозонда все готово. Шар накачан водородом. К нему привязана небольшая коробочка, так называемая мини-метеостанция. Сигнал дан, можно запускать. Хороший прогноз, как точный диагноз. С помощью и такого радиозонда мы узнаем атмосферное давление, скорость и порывы ветра, а также температуру и влажность воздуха. Уже через минуту зонд поднимается выше трасс пассажирских самолетов. Шар летит со скоростью 300 метров в минуту. А где же он разорвется? Где он лопнет? В высоте 30 километров. А куда упадет? Ну, докуда летит, докуда упадет. Он достигает высоты примерно 40 километров над землей и взрывается. Затем падает на землю. Его полет длится примерно два часа. В это время на станции аэрологи внимательно всматриваются в графики на экранах мониторов. Вот это для авиации важно, потому что на земле направление было 140, а уже на одном километре 190. Для тех, кто высоко летает и долго, они могут выбирать эшелон, если им это позволит, и экономить горючее. Что если они, есть разница по ветру лететь и против ветра лететь. То есть они, в принципе, если им разрешат, могут подобрать, чтобы сэкономить горючее. Точно такие же манипуляции в эти минуты проводят аэрологи в 750 обсерваториях мира. Все радиозонды запускают дважды в сутки, в 14.30 дня и в 23.30 вечера по московскому времени. Старт происходит при любой погоде. В России таких станций всего 100, в Рязанской области – одна. В Рязанском районе подростки надругались над маленькими детьми. В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности малолетних. Двое подростков надругались над детьми 6 и 7 лет. Противоправные действия были пресечены проходившей мимо матерью старшего из мальчиков, которая и обратилась в правоохранительные органы. В ходе проведенных первоначальных следственных мероприятий установлены лица, принимавшие участие в данных противоправных действиях. Эми оказались несовершеннолетние местные жители. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также конкретные роли каждого из несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается. По России колесят зоотюрьмы. Передвижные зоопарки – развлечения для желающих увидеть живую экзотику и издевательства над животными. Люди в погоне за прибылью мало заботятся о братьях своих меньших, находящихся в неволе. Неплохая, в общем-то, идея показывать экзотических животных как можно большему числу людей, не имеющих возможности выехать в большой зоопарк, превратилась сегодня в настоящее издевательство как над животными, так и над теми, кто пришел на них посмотреть. Замученные, больные, все сезонно ютятся в клетках 2 на 3 метра. Так, в редакцию телекомпании сегодня поступила информация, что в Рязани в брошенной фуре уже несколько дней находятся животные. Мы выехали на место, но оказалось, что машина сломалась и несколько дней находилась на ремонте. Пока ее делали, за животными ухаживали и кормили. Но, несмотря, казалось бы, на должный уход, даже в форс-мажорной ситуации, понятно, что жизнь этих диких зверей вряд ли можно назвать приемлемой. В Европе и многих других зарубежных странах давно внесен запрет на мобильные зоопарки. Россия чуть ли не единственная страна, в которой они существуют. В Москве уже официально запрещено их появление. А что же остальная Россия? Вопрос остается открытым. Зато в Госдуму от депутатов продолжают поступать на рассмотрение законопроекта с идеями сделать картинки на пачках сигарет еще более устрашающими. Или, например, перед заключением брака проходить медицинское обследование на способность иметь детей. В любой семье есть история своего героя – советского солдата. Кто-то знает о воевавших дедах и прадедах чуть больше. Кто-то обладает скудной информацией. В семье одной резанки решили увековечить историю служившего в годы Великой Отечественной родственника, сняв фильм. С автором, режиссером и актерами фильма нашей съемочной группе удалось поговорить на завершающем этапе съемок. Короткометражный фильм, основанный на реальных событиях, история обыкновенного советского гражданина, который, как и многие другие, встал на защиту Родины в 41-м, уже получил свое название. Чтобы помнили. А вот идея снять его возникла спонтанно. Дочка, которую зовут Виктория, она же взялась 9 мая, она меня спросила, как воевали наши, наш дедушка, где это было. И вот составляя этот рассказ, у меня появилась такая вот идея снять постановочные фотографии, потому что я сама фотограф. Вот. Тут уже присоединилась моя семья, и уже семья мне начала. Давай вот так, а давай вот так. Вот так родилась идея фильма. Фотопроект оказался недостаточным творческим пространством для реализации задуманного. Тогда появилась книга, а после страницы решено было оживить и визуализировать. В съемках принимали участие непрофессиональные актеры. Например, в батальных сценах задействовали курсантов Академии ФСИН России. Все с трепетом, в принципе, отнеслись к участию в этом фильме. Мы непрофессиональные актеры, поэтому старались как могли. Другого главного героя сыграл сын Ирины Сергей. Играть собственного прадеда оказалось для него трепетной и почетной миссией. О нем я до этого момента, если честно, не так уж и много знал. Когда вот мы начали уже снимать, я начал задавать вопросы. Вот, к сожалению, моей прабабушке не осталось живых. Она бы мне гораздо больше могла бы рассказать, но в целом я о нем узнал. Он подводником был и во время еще войны, то есть подводником был после войны, а во время войны, по-моему, в пехоте он был. Он прошел всю войну, он герой труда в том числе, у него очень много наград. Съемки фильма завершились, теперь впереди работа по монтажу. И уже в конце мая состоится презентация 20-минутного проекта о Великой Отечественной войне. В эти дни на базе Академии ФСИН России проходили всероссийские соревнования по стрельбе из боевого оружия. Сотрудники состязались на стрельбище в селе Реткино. Сегодня состоялась церемония награждения самых метких участников соревнований. Подробнее моя коллега Оксана Тебенихина. Церемония награждения победителей и закрытие чемпионата ФСИН России по стрельбе из боевого оружия состоялась на плацу Академии ФСИН России. Несмотря на свою молодость, турнир уже набирает популярность в спортивной среде. В этом году в соревнованиях приняли участие 300 спортсменов, которые представляли 52 команды из разных регионов России. Среди них как соседние области, так и весьма отдаленные. Участие в соревнованиях приняли и опытные, и молодые сотрудники образовательной сферы уголовно-исполнительной системы. Участники выполняли упражнения по правилам Федерации практической стрельбы на точность, скорость и меткость. Сами же спортсмены утверждают, что несмотря на определенный азарт и соревновательный момент, они за годы проведения турнира друг с другом сдружились. Дети наши показывают хорошие результаты, которые мы их потом по выпуску отдаем в те органы. Приходя в те органы, они также приходят уже бороться с нами. Цикл, но никуда от этого не деться. И пускай они даже побеждают нас, дабы это нормально в спорте, если ученики побеждают тренеров. По результатам двух дней соревнований в командном первенстве среди образовательных организаций в СИН России на третью ступень пьедестала поднялась команда Воронежского института в СИН. Второе место заняла команда Владимирского юридического института в СИН. Ну а победителем стала команда нашей Академии в СИН России. Руководство образовательного учреждения отметило, что турнир в первую очередь способствует повышению спортивного мастерства. Ведь выполнение подобных упражнений требует серьезной тренировки, а также он помогает обмену знаниями в области стрелковой подготовки. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения вечера. Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс Дядькова. Весь май квартиры площади 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс Дядькова – надежное качество по доступной цене. Звони 997722.